Всем привет, ребят! Хочу с вами лично поздороваться, немножко поболтать. Сегодня у нас четверг, 10 февраля, и у меня через два дня день рождения, 12 февраля. В общем, повезло, что в этом году день рождения выпало на выходной день, на субботу. И знаете, я долго думала отмечать, не отмечать, я, честно говоря, до сих пор даже думаю. И я заметила, что каждый год у меня, когда вот подходит время к моему дню рождения, я думаю, блин, не хочу отмечать вообще, особенно дома, мне вот как-то всягость, вот эта вся готовка, потом вся вот эта уборка после праздников. Конечно, идеальный вариант, когда куда-то сходить, да, в кафе, и какие-то года мы так и делали. Но поскольку сейчас у нас первая очередная задача – это ремонт, не знаю, получится в этом году куда-то сходить или нет, но, естественно, сходить с самыми близкими людьми, с родными. Мы обычно отмечаем все наши праздники с семьей моего брата родного, потому что они живут тут недалеко, также в Видном, у них, ну вот мой брат с женой, и у них двое детей, старшему ребенку 13 лет, и дочка, ровесница Льва нашего старшего сына, ей 10 лет. Вот, у нас как-то даже это не обсуждается, потому что все праздники вместе с ними, мы уже так привыкли. Ну и, конечно же, поскольку родители сейчас переехали сюда, конечно же, и с родителями. Поскольку день рождения выпало на субботу, но в субботу и у нас там какие-то есть дела, у нас у Льва кружок, он ходит на робототехнику, он там программирует, и у семьи брата там тоже дочка ходит в школу искусств, и, наверное, все-таки я думаю, что если мы и будем встречаться, то будем отмечать воскресенье, а в субботу мне, знаете, хочется... Короче, у меня есть такая очень давняя мечта, мне хочется сходить в кафе Пушкин, может быть, вы слышали, оно находится, это кафе на Тверском бульваре в центре Москвы, и там такая бесподобная атмосфера. Короче, я просто вот в Инстаграм иногда захожу на их страничку, листаю, и мне очень хочется там побывать, мне хочется туда сходить именно вдвоем с мужем, хотя они с детьми тоже принимают, но вот хочется как-то прочувствовать всю эту атмосферу. Ну, я предложила мужу, но поскольку у нас там в субботу есть кое-какие дела, не знаю, получится у нас сходить или нет, но в любом случае, если мы туда сходим, то обязательно я вам все расскажу и покажу. Сейчас у меня Рома спит, вот уже второй час, скоро Лев придет со школы, и пока вот тишина в квартире, я тут решила с вами поговорить. Сейчас я вам обязательно покажу, как и обещала в прошлом видео, какие планировки нам предложил дизайнер, и на какой планировке мы в итоге остановились, потому что я так поняла, что многим интересна эта тема, и вообще я поняла, что очень многие ждут, когда же, когда же мы наконец начнем ремонт, начнем, я начну показывать все это в видео. И, ребят, вот, знаете, я сама просто с нетерпением жду начала этого ремонта, потому что ключи уже у нас, дизайнер уже может нам буквально там в течение недели выдать какие-то чертежи для строителей, но дело в том, что у нас все застопорилось, потому что мы ждем человека, который вместе с бригадой, там, со своими помощниками будет делать нам ремонт, у него там, в общем, задержка по времени, и вот мы просто вот ждем, ждем его, он вроде бы пообещал, что буквально в течение недели, наверное, мы надеемся, что он сможет приступить к работе, и, конечно же, все, я буду снимать по возможности и все вам показывать. Так что, знаете, мы сейчас в режиме таком ожидании, мне даже самой обидно, что мы тратим вот это наше драгоценное время, да, для тех, кто не в курсе, мы сейчас живем в съемной квартире, мы планировали, что снимать будем ее до конца мая, а в июне уже переедем в нашу квартиру отремонтированную, но уже осталось, вот, считай, февраль я уже не считаю, да, потому что уже, грубо говоря, середина февраля, ну, ладно, там, половина месяца, и целых месяцев март, апрель и май, три месяца. В принципе, в ускоренном режиме, мне кажется, можно сделать ремонт, но вот не знаю, получится или нет, потому что сейчас, понятно, нас здесь задерживает еще школа льва, да, не хочется менять среди года, хочется, чтобы он закончил спокойный четвертый класс, но когда май закончится, нас уже здесь, по сути, держать ничего не будет, и платить, и для тех, кто не знает, мы за эту квартиру платим 40 тысяч, да, и платить лишние 40 тысяч за каждый месяц, в то время, когда ты эти деньги можешь вложить в ремонт, ну, конечно, это не очень приятно, так что мы сейчас тоже вот в таком режиме ожидания. Давайте покажу вам сейчас, какие варианты планировок предложил нам наш дизайнер. У меня здесь такая обстановка, свечу себя зажгла. Мне кажется, уже вы, когда видите свечи в моем видео, наверное, уже кому-то смешно, но, ребят, я постоянно, реально, когда я вот нахожусь одна, я постоянно зажигаю себе свечи, потому что это меня как-то успокаивает. Вот, открыла планировки, короче, первый вариант, который я нам прислала. Вот вход в квартиру, здесь вот я уже рассказывала, мне очень нравится, что у нас такая непроходная зона, да, вот эта грязная, потому что меня постоянно это очень парит, что грязную обувь ставим, и у нас кот любит, как, наверное, и все коты лазить, где грязная обувь, обязательно что-нибудь полизать. Понятно, у нас ребенок маленький, поэтому очень важно, чтобы вот эта зона была, то есть, чтобы ты зашел и потом уже по квартире перемещаешься, уже сюда не попадал. Дальше здесь вход в санузел, так, здесь санузел без унитаза, и здесь вход в туалет и стиральная машина именно в туалете. Как вы понимаете, мы здесь вообще переиграли, потому что сейчас в квартире вход в санузлы вот отсюда, то есть здесь ванная, здесь туалет и вход отсюда, вот мы здесь совершенно изменили. Дальше вот по этому узкому коридорчику ты попадаешь на кухню, на кухне она здесь диван поставила, стол на 5 человек, плита такой буквы Г, да, вот это посудомоечная машина, посудомойка она, по-моему, здесь поставила полноразмерную, шириной 60, не 45, это холодильник. Вот здесь вход в комнату младших детей, две кровати, письменный стол, потому что Родион скоро пойдет, ну как скоро, года через три пойдет в школу, здесь их шкафчик, ящик для игрушек, короче, это детская малышей. Дальше вот это гардеробная, то есть она сделала вход в гардеробную из коридора. Это наша спальня, это комната льва, и она, вот эту длинную наше ложе, которое очень многим понравилось, я на видео показывала, она ее разделила, и здесь как бы кабинет для нас, да, и здесь зона такая для льва. Вот, хотя у меня были такие мысли, мне нравится вот это круговое движение, когда дети могут бегать, ну вот у меня как-то и муж, и дизайнер говорит, ну а зачем вам это нужно, типа дети будут через спальню бегать, ну вот я как-то проще к этому отношусь, ну ладно, думаю, разделили. В принципе, тоже неплохо, здесь будут как такие две маленькие отдельные комнаты. Так, второй вариант смотрим. Во втором варианте здесь чем отличается? Здесь стиральная машина стоит уже как бы в зоне вот этого большого санузла, в санузле здесь уже стоит туалет и раковина, так, здесь уже нет дивана, да, здесь только стол, здесь диван маленький, вот такой угловой, а вот этот большой диван уже стоит в комнате. Ну, здесь переставлены кровати, гардеробная также осталась вот здесь, в спальне, мне кажется, здесь принципиально ничего не изменилось, да, и здесь, по-моему, а, ну здесь она развернула стол льва, поставила у окна. Так, смотрим третий вариант. В третьем варианте уже появляется здесь и в одном, и в другом санузле здесь, и там, и там унитазы. Во втором варианте, да, во втором варианте здесь еще нет. Короче, у меня у мужа такая идея фикс, что у нас обязательно должно быть два туалета, два унитаза, да, потому что людей много, и часто бывает так, что кто-то сидит в туалете, и кому-то срочно из детей нужно в туалет. Короче, он очень хочет сделать именно два унитаза, я ему говорю, блин, я эти два унитаза буду намывать постоянно, и так у меня работы много еще прибавится. Ну, потом, ладно, я вроде с ним согласилась, в принципе, ну, неплохой вариант, да, и вот здесь вот в вот этом маленьком санузле поставить маленькую раковину. Мне кажется, что удобное решение, да, ты сходил в туалет, сразу руки помыл, и не нужно тебе идти в большую комнату. Ну, и здесь то же самое, да. И вот здесь тоже нам очень понравилось решение, что здесь отдельная, ну, это даже как не комнатка, ты просто дверь открыл, ты, по сути, туда, мне кажется, даже зайти не сможешь, ты просто дверь открыл, то есть это как кладовка для стиральной машины, для сушильной машины, и также здесь вот будут... Так, давайте я поближе, наверное, вам покажу. И также здесь будут храниться пылесосы, паровая швабра, я думаю, какие-то полочки там на стену, пару полочек повесит для стиральных средств. Вот, то есть эта идея нам с отдельной комнаткой очень понравилась. Ну, и здесь также гардеробная комната льва, здесь она перенесла на кухню, вот сюда поставила холодильник, да. Так, короче, мы смотрели эти планировки, у меня, в принципе, мужу, я не помню, по-моему, вот этот как раз вариант понравился, но мне здесь очень многое, что не понравилось, и я ей сразу нашему дизайнеру по пунктам написала, что мне не нравится, что нужно переделать. И в итоге сейчас покажу вам, к какому варианту мы пришли. Нет, давайте я, наверное, расскажу вам, что мне здесь не понравилось. Во-первых, мы все-таки решили объединять зону кухни с вот этой зоной комнаты, чтобы была у нас одна большая гостиная, но поскольку здесь газовая плита, и газовую плиту нельзя просто так оставлять вот в этом большом открытом помещении, поэтому здесь нужно где-то поставить перегородку, которая будет закрываться и как бы ограничивать зону, да, готовки. И мне не понравилось, что вот этот коридорчик, он, в принципе, ну как, это не жилая площадь, да, это просто коридор. Мне вообще не нравится вот в этих советских наших планировках, что очень много площади сжирают коридоры. Мне кажется, здесь и так уже длинный коридор, пусть уже он будет, а вот этот коридор, я все-таки решила, что его нужно прибавить к зоне гостиной. Второй момент, гардеробная. Мне не понравилось, что здесь вешалки только вот здесь, да, здесь она, наверное, предполагала, что какие-то полки, и я попросила сделать вешалки именно буквой П, и вход в гардеробную все-таки я хочу делать из нашей спальни, потому что у льва будет здесь небольшой шкафчик, у него здесь будут свои вещи храниться, у детей часть вещей будет, наверное, в комоде храниться под телевизором, ну и какие-то несезонные вещи, я думаю, там будут у нас наверху на полках, ничего страшного, но мне все-таки хочется делать вход в гардеробную из нашей спальни, потому что там будут в первую очередь храниться наши вещи. Соответственно, вот здесь вот мне не нравится, что занимают очень много места две вот эти кровати, и мы приняли решение, что купим одну кровать, но она будет выдвижная. Я думаю, что вы видели такие кровати, но на всякий случай вставлю вам фотографию, то есть днем она, как обычная полутораспальная кровать, да, а на ночь она выдвигается. И сейчас давайте я вам покажу планировку, которая в итоге у нас получилась. Смотрите, ну здесь все остается так же, да, вход в квартиру, здесь санузел, здесь раковина, туалет и обычная стандартная ванна. Ну мне, знаете, мне не нравятся какие-то там джакузи, мне вот нравятся обычные стандартные ванны. Здесь кладовка, да, для стиральной и сушильной машины, здесь она уже нам рассчитала, чтобы поместился пылесос вертикальный, здесь второй санузел с раковиной, и вот здесь вот зона гостиной. Здесь нам дизайнер добавила вот здесь дверь. Мы все-таки решили, что пусть эта комната тоже будет закрыта, пусть будет с дверью, потому что когда открыта, ну как на вокзале. Так, вот здесь вот это как раз выдвижная кровать, вот тут она таким невидимыми линиями прорисовала, как будет это смотреться, когда кровать будет выдвинутая. И чтобы как-то ограничить зону, вот эту спальную, да, мы здесь поставили, ну здесь вот она нарисовала стеллаж, ну возможно что-то может быть даже будет какая-то конструкция с письменным столом, но я думаю, что скорее всего стеллаж все-таки будет с коробками. Здесь у нас висит телевизор, здесь на будущее стоит стул для Родиона, когда он начнет учиться. Мне, честно говоря, что-то не очень пока нравится это решение, но посмотрим. Здесь у нас стоит диван, он не угловой, он прямой, но его можно также вот выдвинуть, да. Мне кажется, редко мы, наверное, будем его выдвигать. И здесь овальный стол, но он, наверное, будет у нас круглый, но его можно сделать овальным при желании. И пять, соответственно, посадочных мест. Вот здесь будет стоять вот эта перегородка, которая будет ограничивать зону готовки. Здесь решили сделать такую небольшую барную стойку, два стула, кухня вот такая, буквой Г, плита, мойка, посудомоечная машина и холодильник. Я дизайнеру задавала вопрос, потому что у меня, знаете, такая мечта была давняя, можно ли сделать мойку возле окна. Но решили от этого отказаться, потому что это нерационально, к окну не подойдешь. Кроме того, здесь подоконник очень низкий, хотя есть такие решения, что мойка и за мойкой подоконник, но решили все-таки мойку оставить здесь. Дальше вход в гардеробную, соответственно, из спальни. Здесь уже вот с одной стороны будет, допустим, моя зона с одеждой, и здесь зона, где у мужа будут висеть вещи, и здесь уже, наверное, скорее всего, снизу будут выдвижные ящики, и наверху будут полки. Здесь наша спальня, ну, здесь кровать метр шестьдесят, комод, телевизор, и здесь либо туалетный мой столик, либо маленький письменный столик. Но я думаю, что я очень хочу туалетный столик с зеркалом, с лампочками, я думаю, что как раз какой-то небольшой столик сюда отлично встанет. Вот, и здесь, в принципе, ничего не поменялось. Так что, ребята, вот такая планировка. Пишите, как вам. В принципе, нам нравится. Смотрите, что у нас сейчас на улице. По-моему, снова зима пришла. Сегодня 10 февраля, и вот вчера на улице вообще было так солнечно, все таяло, температура где-то минус один градус. Такое ощущение было, как будто пришла весна. Хотя, в принципе, я считаю, что февраль – это зимний месяц, и март еще зимний месяц. Вот, так что сегодня вот пошел снег. Ну, для меня сейчас такая погода даже лучше, потому что, когда слякать вот это вот все на коляске, ты едешь с коляской, вся вот эта каша под ногами, потом дома все с коляски стекает. Нет, пусть лучше будет так. А потом в апреле все резко растает. У нас рыжик обожает сидеть на диване. Вот именно вот в этом уголке ему так комфортно. Здесь он вот так вот сядет. Ночью он у нас не спит. А утром, когда все разбредаются, в садик, на работу, в школу, все, он начинает спать. Почему вот у кошек так? Да? Почему ты ночью не спишь? А? Почему ночью не спишь? Ребят, я уже как-то вам рассказывала в своих видео про парфюмерную компанию Педе Пареи, и когда они мне вновь предложили прислать ароматы, я, конечно же, с удовольствием согласилась, потому что в прошлый раз те ароматы, которые я заказывала, они мне безумно понравились, и, конечно же, в этот раз я выбрала свой любимейший аромат Жадор, и я его просто обожаю. В этот раз, как и в прошлый, я его заказала также в стекле, и это настолько удобный флакончик, то есть ты можешь взять его с собой, и потрясающий аромат, вот он уже даже, я еще не пшикнула, он уже чувствуется. Кстати, знаете, очень многие из моих знакомых, и моя мама, и мама моего мужа, и многие из моих подружек пользуются этим ароматом, и это у них самый любимый аромат, и кто ко мне приходит в гости, вот у кого этот аромат, я его сразу же чувствую, потому что Жадор, мне кажется, ни с чем невозможно перепутать. Кстати, пишите в комментариях, если это ваш тоже любимый аромат, будет очень интересно почитать. Просто моя любовь на все времена. Также я выбрала аромат Good Girl от Carolina Herrera, давно хотела его попробовать, и вот наконец-то заказала, давайте тоже сейчас потестирую. Очень такой интересный аромат, он не свежий, но он и не сильно приторный, но больше, мне кажется, у него именно сладких нот. И третий аромат, который я выбрала, называется For Her, а фирму я лучше подпишу, потому что боюсь, что неправильно произнесу. Давайте тоже его потестируем. Вот этот аромат, он, знаете, мне кажется, с какой-то горчинкой. Он не свежий, он не приторно-сладкий, но я, в принципе, приторно-сладкий не люблю, но он какой-то такой вот с горчинкой. Мне кажется, что он идеально подойдет на зимнее время, вот сейчас как раз зима, он именно на холодное время года. И еще, ребят, заказала вот такой аромат для автомобиля, то есть он вот так вот подвешивается за веревочки. Мне кажется, очень интересно придумали. Во-первых, очень такое необычное, стильное решение. Будет очень красиво висеть в автомобиле. И это аромат от Кинзо. Он очень такой ненавязчивый, свежий, то есть от него не будет болеть голова. Ребят, для тех, кто не знает, компания Педе Пари – это сертифицированная парфюмерия родом из французского города Грасс. Они предлагают улучшенные версии известных парфюмерных композиций. И качество можно смело назвать французским, потому что все компоненты для парфюмов закупаются во Франции. Производство легальное, что подтверждает сертификат. У компании Педе Пари заказать парфюмы можно только на сайте. Ссылку на который я оставлю внизу в описании под видео. Как вообще происходит оформление заказа? Вы выбираете парфюмы на сайте, оставляете свой номер телефона и ждете звонка от парфюмерного стилиста, который вам оформляет заказ. И также он может как-то помочь вам выбрать ароматы, исходя из ваших предпочтений. И знаете, мне кажется, заказать парфюм у Педе Пари – это отличная возможность порадовать себя и своих близких брендовым ароматом, при этом не переплачивая за маркетинг и рекламу. Вы экономите на флаконе, но при этом получаете поистине французское качество. В составе только натуральные компоненты, безопасные для здоровья, что очень важно, что продукция не тестируется на животных. Впереди много праздников, и компания Педе Пари приготовила суперпредложение. При предоплате за три парфюма вы получаете четвертый абсолютно бесплатно. Также при заказе от 2,5 тысяч рублей доставка бесплатная. Ребят, ссылку на сайт Педе Пари я оставлю внизу в описании под видео, и по промокоду 23 скидка 10% на весь ассортимент. Так что переходите по ссылочке и выбирайте ваши любимые брендовые ароматы по приятной цене. У нас тут появилась кофемашина. У меня муж очень любит пить кофе, и она капсульная, и он купил такие капсулы Starbucks, по-моему. Вот, и сложили их вот в такую банку из Икеа. Я, кстати, эту банку купила давно, и все думала, подо что бы ее приспособить. Потому что я знаю, что многие такие банки приспосабливают под печенье, какие-то сладости. Но вы знаете, мы в магазине практически не покупаем вот это вот печенье. У меня вообще, когда я вот это покупное печенье ем, у меня потом во рту сразу... Ну вот как, знаете, после сахара такое неприятное ощущение. Мне хочется яблоко съесть сразу или что-нибудь такое, чтобы во рту была свежесть, короче, грубо говоря. Поэтому таких сладостей у нас нет. Ну, иногда мы покупаем детям там мишки барни или еще что-то. Вот, а в эту баночку сложили вот такие капсулы. Мне кажется, очень симпатично смотрятся. И фильтр еще муж заказал. Вот это вот по цвету перекликаются они. Хотя я ему говорю, слушай, что ты не белый взял? У меня же сейчас бзик. Я все хочу белое. Он говорит, ну вот такой. Цвет, конечно, красивый, но мне сейчас все хочется белое. И хочу сегодня помыть холодильник. У нас здесь в квартире, в съемной квартире, такой небольшой холодильник. Он старенький. И здесь еще полочки такие. Не стекло, а решетки, короче говоря. Так, я точнее хочу его даже не помыть, а я хочу его перебрать. Ну, где-то, где грязь будет, конечно же, я протру. Ну, я вот так не капитально, а просто хочу перебрать, красиво все разложить. Что-то, если срок годности там или что-то, в общем, испортилось, это выкинуть. Короче, будет такая у меня небольшая уборка. Уборка у меня сегодня тоже уже была, потому что уборка у меня каждый день. Ее никто не отменял. Каждый день я протираю полы в коридоре, рассказывала вам в прошлом видео. Это моя больная тема пока вот это зимнее время, да, пока слякоть. И сегодня у меня было такое настроение, я думаю, я сделаю все с самого-самого раннего утра. Я до 10 часов утра, я уже убралась. Я помыла полы, я помыла кошачий лоток, я запустила стирку, все развесила. У меня Рома сейчас просыпается не очень рано, и я вот стараюсь, пока он спит, он сегодня, я его разбудила в полдесятого. Потому что, думаю, все, хватит ему спать, надо его будить. И вот пока он спал, я успела что-то сделать, потом он проснулся, я уже, когда он проснулся, я пропылесосила. И вот, знаете, мне очень нравится, когда ты вот рано утром, грубо говоря, все вот эти дела сделаешь, и потом уже какое-то время можешь отдохнуть. Я привела себя в порядок, сходила в душ. Кстати, знаете, сейчас у меня такая система, я раньше полностью как бы мылась, да, с головой, а сейчас, и у меня очень сильно путались волосы. Я заметила, когда ты отдельно моешь голову, то есть когда вот ты вот так вот голову наклоняешь, да, и вода у тебя стекает, то вот эти передние пряди у меня уже не сильно путаются. Поэтому я сейчас отдельно мою голову, заворачиваю ее в полотенце, волосы, и потом уже отдельно как бы принимаю душ. Вот, ну, я на самом деле знаю, что у многих такая система. Вот, так что сейчас я моюсь так, и мне так даже нравится больше. Заплела косички. Мне, кстати, муж немножко подровнял кончики. Я ему говорю, слушай, что я буду ходить в парикмахерскую и тратить деньги, потому что вот за вот это подравнивание кончиков возьмут, наверное, рублей 500 за два вот этих движения ножницами. Я думаю, давай ты мне... Ну, я постоянно его прошу, он, конечно, ворчит, но стрижет. Меня папа мой даже красит маму. Вот, так что такая экономия, ну, и мне кажется, такая проявление заботы. Я что-то сегодня прям болтаю, болтаю, у меня такой будет разговорный влог. Не знаю, как вам, нравятся такие видео или нет, но надеюсь, что нравится. Ну что, я сейчас быстренько переберу все в холодильнике, и потом еще я хочу показать вам свою декоративную и уходовую косметику, потому что меня спрашивали, в комментариях писали, чтобы я показала, так что покажу вам свою организацию косметики и вообще, что у меня есть. Но у меня, знаете, мне кажется, такая косметичка минималиста, потому что вот декоративной косметики, на мой взгляд, у меня немного, особенно, когда я вот других блогеров смотрю, сколько декоративки, очень у многих. У меня декоративной косметики очень мало. За день до уборки холодильника я сама готовила средства для уборки, экологичные, из воды, уксуса, водки и эфирного масла. Показывала в своих коротких видео на канале, кому интересно, можете посмотреть. И все это перелила в бутылочку с пульверизатором, и очень удобно таким средством пользоваться. Если вы любите экологичные средства, то, мне кажется, это самое лучшее средство для уборки. Хотела вам еще пару слов сказать о холодильнике. Вообще, когда мы переехали в эту съемную квартиру, я удивилась, потому что вроде бы во всей квартире была сделана уборка. Навряд ли здесь нанимали клининг. Я думаю, что те, кто жили до нас, а здесь жила семья целых 7 лет, я думаю, что они как-то убрали квартиру, и потом здесь хозяйка делала ремонт, и, соответственно, она тоже после себя убирала. Но вот холодильник, как ни странно, был не в очень чистом состоянии, так же, как и полки на кухне. И вот, вы знаете, сейчас я здесь навожу порядок, и я решила, что я не буду здесь досконально до блеска все начищать. Конечно, я здесь все протерла, чтобы более-менее все было чистенько, но вы можете меня считать грязной, и мне просто жалко на это тратить свои силы и время. Ну что, в холодильнике более-менее порядок. Все пересмотрела, перебрала. Очень много выбросила. Знаете, я не люблю, когда холодильник забитый вообще под завязку, какими-то соленьями, вареньями, когда ничего не видно. Мне нравится минимализм в холодильнике. Показываю вот это вот все на выброс. Вообще, мы такие едоки. Постоянно что-то пропадает. Холодильник надо закрыть. Постоянно у нас что-то пропадает, что-то портится. В общем, все это буду выбрасывать. Я как делаю? Я выбрасываю в мусорку еду. А то, что пластик, что возможно помыть, это я сортирую мусор и отношу вот в этот контейнер синий для пластика. И вот здесь я тоже перебрала крупы. Целая упаковка пшена просрочилась. Я просто перестала покупать пшено в супермаркетах. Сейчас покупаю его в Кусвилле. Самое мое любимое пшено, из которого получается самая вкусная каша. И вот это тоже долго лежало, просрочилось. Так что все это буду сейчас выкидывать. Вот так я ополоснула пластиковые баночки. Отнесу их в контейнер для пластика. Еще мы собираем крышечки. Сын их отнесет в школу. У них собирают крышечки на переработку. Еще, кстати, контейнер для крышечек стоит в Кусвилл. А я уже перебралась в спальню. Показываю вам свой органайзер с декоративной косметикой. Здесь хранится моя вся декоративная косметика. И вот этот органайзер я покупала очень давно. Я даже не могу вспомнить, сколько лет назад, но лет 5 назад точно, мне кажется, больше. Я его покупала в Икеа. Обязательно вставлю для вас картинку. Мне очень нравится организация в этом ящике, что здесь много отсеков, что всю можно косметику разложить по категориям. Я в этот раз и органайзер, и косметику протерла одной влажной салфеткой. Мои зрители постоянно знают, что я не люблю пользоваться влажными салфетками, потому что они очень долго разлагаются на свалке. Но вот сегодня, да, грешна, одну влажную салфетку я использовала. Хочу показать вам косметику, которую я использую каждый день. Но если крашусь каждый день, потому что на самом деле я крашусь не каждый день. Короче, я обязательно использую тон. Кстати, очень долго искала тональник, который мне бы идеально подходил по цвету, потому что у меня кожа вроде бы и не сильно бледная, но и не смогла. И вот этот тон мне вот идеально подошел. Тут уже осталось меньше половины тюбика. Светлый бежевый, Maybelline вот такой. Вот обожаю этот тональник. Дальше использую подводку. Все ищу, ищу, никак не могу найти подводку, которая бы меня устраивала. Но я очень люблю подводки с фетровым наконечником. Кому-то удобнее краситься кисточкой, но вот мне удобнее именно когда фетровый наконечник. И мне нравится стрелочку такую аккуратную, тоненькую прорисовывать. У меня были подводки всякие разные, дорогие, дешевые. И вот никак я не могу найти подводку, на которую бы у меня не реагировали глаза, потому что когда она красится, через несколько часов у меня какой-то дискомфорт начинается. Но вот сейчас вот этой пользуюсь. Но все равно ищу подводку, которая бы меня полностью устраивала. Дальше использую тушь. У меня сейчас тушь от Фаберлик. Ну, как бы, не знаю, никаких таких восторгов нет. Тушь как тушь. Дальше использую карандаш для бровей. Мне очень нравится вот этот карандаш. А, это тоже от Фаберлик. Но мне очень нравятся еще карандаши от Vivienne Sabo. То, что их можно подточить. Они становятся такими тоненькими. Можно аккуратно прорисовать. И что на конце есть щеточка. Можно потом растушевать. Я использую вот такой хайлайтер от L'Oreal. В принципе, он мне нравится. И для губ я использую вот такой карандаш от Belle. Обожаю этот тон 0,3. Но сейчас я бы заказывала на Valbury. Сейчас он куда-то пропал. И обожаю помаду. Я здесь достала две помады, потому что одна у меня уже затертая до дыр. И парочку я купила новых такого же цвета. Вот это значит она у меня затертая. Обожаю вот этот тон. Когда вы видите мои разговорные видео, то чаще всего на мне накрашен именно вот этот тон. Это белорусский бренд Reluie. И крашу я, как правило, то есть я сначала наношу карандаш. Помаду я чаще всего крашу кисточкой. Так, у меня здесь такой вид неприглядный. Это у меня остался еще песок из отпуска. Куда-то мы летали, и вот у меня вот эта палетка пострадала. Короче, крашу я кисточкой из палетки. Потому что мне очень нравится, когда помада нанесена именно кисточкой. Так вот у меня здесь все аккуратненько лежит. Я обожаю вот этот органайзер из Икеа. Вы знаете, как бы я ни хотела там иногда поменять организацию. Смотрю других блогеров, но все равно я в итоге возвращаюсь к тому, что этот органайзер самый удобный. Мне кажется, если у меня даже будет туалетный столик, я все равно от этого органайзера не откажусь. Как у меня здесь организовано? Здесь лежит кисть. Я ей очень редко наношу румяна и вообще не понимаю, когда много кистей. У меня одна кисть, и меня вполне устраивает. Здесь у меня лежат три карандаша. Один из которых, кстати, вот этот слишком светлый для меня. Надо его кому-то подарить. Здесь у меня лежат все средства для глаз и для бровей. Здесь у меня лежит палетка. Здесь у меня организованы вот в первой ячейке стоят лаки, кроме вот этой помады. Я сейчас крашу ногти именно вот таким гель-лаком, который не нужно сушить под лампой. Мне нравится. У меня здесь буквально три цвета. Черный, бордовый и сиреневый. Поскольку я сейчас не хожу к мастеру, то вот крашу сама. Вот здесь как раз вот эти одинаковые четыре помады. Вот этот пятый тон. Обожаю его. Ну, здесь две помады от Фаберлик. Здесь одна вот эта даже новая. Вот эта тоже практически новая. Вот эта такая малиновая помада. Я ее, как правило, крашу либо летом, либо в отпуске под малиновое платье. Вот эта единственная у меня красная помада. Я тоже крашусь ей крайне редко под какой-то свой образ в красном платье. Короче, яркие помады я использую крайне-крайне редко. Здесь у меня какая-то закрепитель сушка для ногтей. Ну, по-моему, она какая-то, в общем, она мне не нравится, ничего она не закрепляет. Здесь, кстати, у меня лежат вот такие штучки, сплетенные из бисера. Это воспоминания еще из моего детства. Вот этого паучка мне подарила моя подружка из детства. Еще, наверное, когда мы были в классе восьмом, она сплела из бисера. И вот до сих пор он у меня хранится. Кстати, подружка сейчас живет в Турции, но мы с ней общаемся. И это вот такой тоже из детства. Не знаю, сколько ему лет. Наверное, 30 ему такой браслетик. Так, здесь у меня лежит кушон от Хеймиш. Он у меня долго лежал новый. Все, я никак его не попробовала. Это типа как тональник. Когда я, наконец, его попробовала, вы знаете, ребят, он мне, не сказать, что понравился, он не особо подходит моему цвету кожи. Все-таки вот тот тональник, который я вам показывала, это вот, ну вот этот вот, я говорю, это вот прям мое. А вот этот как-то не очень мне подошел. Вот это вот все так эстетично выглядит. Буквально я попробовала его пару раз. Вот, ну не знаю, может быть, все равно буду пользоваться. Мне кажется, он какой-то слишком светлый, что ли, для меня. Здесь у меня лежит тоже абсолютно новая палетка от, тоже, по-моему, от Хеймиш. Все никак я ее не могу попробовать. Палетка теней. И вот хайлайтер лежит. И вот эта пудра от Калистар, обожаю эту пудру. Я, как правило, эту пудру использую на какой-то праздник, на Новый год или на фотосессию. И вот мне очень нравится зону декольте немножко так присыпать, чтобы блестела, да, или в отпуске, когда солнышко очень красиво, она блестит. Кстати, уже такая старенькая, но никак я не могу ее выбросить. Вышня, она мне нравится. Тут вот я еще положу свои щипчики, свои маникюрные ножнички, точилку для карандашей. Мне кажется, что это просто косметичка минималиста. Сюда поместилась вся моя косметика и даже лаки для ногтей. Так что косметики у меня совсем немного. Что, ребят, буду заканчивать свое видео. Так вот смотрю сейчас на себя на камеру и вижу, что у меня просто косметика вся поплыла. У меня дело в том, что у меня кожа такая достаточно жирная. И когда я долго хожу с макияжем, когда у меня есть какая-то тональная основа, то у меня вот так вот все начинает блестеть. Когда я раньше ездила на работу, я обычно промокала салфеточками. Меня спрашивали в комментариях, крашусь я каждый день или не каждый день. На самом деле я крашусь не каждый день, потому что у меня очень чувствительные глаза. И вот буквально через несколько часов, как я нанесу подводку, тушь, у меня начинается такой дискомфорт. Мне даже вот, я не знаю, как это объяснить, но мне хочется скорее косметику смыть. Поэтому не каждый день я пользуюсь. И даже если я с утра накрашусь, я могу не до вечера ходить. Но бывает такое, что и до вечера, там могу в 10 часов только вечера смывать. Кстати, смываю я сейчас бальзамом от Хеймиш, типа гидрофильного масла. Очень нравится мне, как смывают. У меня такая проблема, на самом деле, вот такая реакция на косметику у меня с детства. Я помню, что в детстве меня на какие-то конкурсы красили. И вот как только мне глаза накрасят, у меня на следующий день глаза гноятся, и начинается конъюнктивит, представляете? То есть вот такие чувствительные глаза. И у меня плохое зрение, где-то минус полтора. И даже когда я носила линзы одно время, я тоже разные пробовала там и ежедневные, которые нужно каждый день менять, и там длительностью на 2 недели, на месяц, на 3 месяца. И у меня вот какие бы ни были линзы, и каких бы фирм ни были, я их надеваю, хожу буквально несколько часов, и у меня так же вот как песок в глаза насыпали. Хочется их поскорее достать. Так что вот такие у меня чувствительные глаза, наверное, уже с этим ничего не сделаешь. Какие-то я и капельки капала от сухости. Так, у меня на заднем плане лежит там пеленочка, полотенце развешанное. Уже вот не хочу ничего даже убирать для фона. Показываю вам, как есть. Это у меня там лев на заднем плане делает уроки. Мы сейчас уже будем, наверное, через полчасика выдвигаться за Родионом. Он, по-моему, просил меня сегодня пораньше забирать. Он обычно так все время говорит, мам, забери меня засветло, когда еще на улице светло. И поэтому сейчас уже скоро с Ромой пойдем. Лев будет делать уроки. Он там что-то себе написал. Хочет и на завтра сделать, и на понедельник. Так что буду на этом прощаться. Ребят, пишите ваши комментарии. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Кстати, у нас там на шкафу, если вам интересно, вот видите, это обернутый в плед хозяйский телевизор. Мы когда сюда переехали, в эту съемную квартиру, у них в зале стоял телевизор. И я говорю, лучше убрать, потому что мы... Ну, мы не телевизор смотрим, у нас, во-первых, свой есть, и телевизор, и панель. Мы смотрим все через интернет. И я говорю, не дай бог, просто дети скинут. Говорю, лучше уберите. И вот они, хозяйка с сыном, убрали его наверх. Заканчиваю свой влог. Всем желаю хороших выходных. Всем желаю хороших выходных. До встречи. Всем желаю хороших выходных. Помогают мне здесь. Если видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Мне будет очень приятно. До встречи в новом видео. Всем пока. Молодец. Молодец, мой суфлер.